В этом году в пенсионной сфере произошло несколько существенных изменений. Одним из нововведений стало дополнительное повышение на 4% выплат неработающим пенсионерам. Перерасчет размеров страховых пенсий будет сделан в феврале. С 1 февраля текущего года страховые пенсии всех видов с учетом фиксированной выплаты мы проиндексировали на 4%, но только неработающим пенсионерам. Кто у нас является работающими пенсионерами и как мы оценивали эту ситуацию, когда проводили работу по индексации. То есть это те пенсионеры, которые осуществляли свою трудовую деятельность на 30 сентября 2015 года и работодатели за них уплачивали страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования. Также это граждане, которые относятся к категории самозанятого населения и зарегистрированы в территориальном органе пенсионного фонда в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката и так далее на 31 декабря 2015 года. Если же пенсионер уволился или уволится в период с 1 октября под 31 марта, то для получения доплаты он должен написать заявление о прекращении трудовой деятельности и передать его лично через МФЦ или по почте в пенсионный фонд. Если гражданин, пенсионер уволился после проведения индексации, то есть после 1 февраля 2016 года, то увеличенный размер пенсии он будет получать с месяца следующего, за месяцем рассмотрения его заявления. И такие заявления граждане могут подавать к нам, кто уволился именно в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года вплоть до 31 мая 2016 года. Для тех, кто уволится после 1 апреля, необходимость подавать заявление отпадет автоматически, поскольку с этой даты списки работающих пенсионеров будут подавать ежемесячно сами работодатели. Еще одно нововведение – это корректировка выплат пенсионерам, осуществлявшим трудовую деятельность весь прошлый год. Перерасчет пенсий для них должен состояться в августе и будет происходить с учетом заработанных баллов. А вот индексацию социальных пенсий и выплат по государственному обеспечению проведут в апреле. С 1 апреля текущего года у нас планируется увеличение пенсии по государственному пенсионному обеспечению, социальные пенсии на 4%. Но здесь увеличение будет произведено абсолютно всем пенсионерам, независимо от того, работают они или не работают.